Всем привет! У меня канал Абдулла. Сегодня у нас в гостях Иннокентий, владелец канала на ютубе. Монакеша называется канал. Прошу любить и жаловать. Монакеша канал, который рассказывает о... О чем он рассказывает? Иннокентий, расскажи, пожалуйста. Мой канал рассказывает о жизни в деревне. Я сам городской житель, но уже больше 10 лет живу в деревне в Ленинградской области. А я вот хочу подчеркнуть, я вот видел ролик, как Иннокентий накручивает портянки. Вот я до сих пор этот ролик не снял, хотя я тоже прекрасно накручиваю портянки. Вот у Иннокентий есть чем поучиться, он показывает такие вещи, которые в жизни очень пригодятся. Потому что портянки, ребята, портянки в сапогах, они в сто раз лучше, чем носки. Да, я согласен. И мне интересно до людей донести именно такие моменты, которые, ну, вроде бы большинство людей знают, но забыло. И этим не пользуются. И мелочи, когда мелочи показываешь, например, если ты пользуешься, все время их накручиваешь, значит, ты можешь показать там и угол какой-то, и все. У тебя, кстати, в ролике все очень грамотно показано. Спасибо. Я видел ролик на твоем канале про утюг. Кстати, утюг этот я видел у своей прабабушки в Карелии. Утюг это такая палка, немножко изогнутая, с рубчиками. И типа скалки, на нее наматывается одежда и так вот прокатывается. И вот этот утюг вживую показывает бабушка Иннокентия. Очень интересный ролик. Молодые люди точно на 100% эту штуку не видели никогда и нигде. Это очень редко, и уже раритет был даже тогда, когда я был маленьким мальчиком. Да, бабушка у меня, дай бог здоровья, живет в деревне тоже, ей 93 года. И она хранительница таких знаний. И, к сожалению, этим утюгом уже не пользуемся давно, но тем не менее она знает, как им пользоваться. И вот в ролике я постарался это продемонстрировать. И думаю, что особенно молодым людям это будет интересно увидеть. Естественно, да. Я посмотрел на твоем канале, мельком, да. Конечно, все ролики мне не удалось посмотреть, но название я увидел. У тебя там есть два ролика про пиво и про щелок. Вот не рассказывай от и до эти ролики, а просто суть выложи, как, что там, про что написано. Ну, опять-таки, это такие советы из такой патриархальной жизни деревенской. То есть, как в старину люди жили. И кто это, бабушка тоже рассказывает? Это все от бабушки информация. Это бабушки на метролике. Да. То есть, вот жили люди в деревне, у них не было моющих средств. Как? Оказывается, простой способ. И вот об этом в этом ролике говорится. Понял. То есть, это как щелок заменял тогда мыло. Да, заменял мыло. Да. Но это в ролике будет подробно все рассказано и показано. Так что, если что, мало ли, с мылом будет напряженка раз-два. Да. И щелоком. Все может быть. Теперь про пиво. Да. Вот что там с пивом? Ну, пиво тоже рецепт. То есть, бабушка это кладезь такой, значит, старинных рецептов. И она подробно рассказывает, как в деревнях варили пиво. Как делали солод. Ага. Так это ценная штука. И особых вложений-то, наверное, не нужно там. Ну, не большие вложения. А, ну, понятно. То есть, да. То есть, это должно быть зерно и вода. Кто-то захотел пивка, вот, пожалуйста, взял, сделал, сварил. Вот все очень просто на самом деле. Ладно. Значит, я представил Иннокентия, канал Монакеша. Прошу любить и жаловать. Канал интересный. Надеюсь, там будут еще ролики выкладываться про деревенские всякие хитрости. А деревенские хитрости, между прочим, в городской жизни тоже применяются. Те же портянки, в лес пойдете, ты лучше уж портянки взять, чем эти носки. Особенно, если надолго. В армии бегали, это по 20 километров. Да, и в армии бегали, и сушить их очень просто, тряпочки, чем эти носки. Носки труднее, чем тряпку, раз, у костра, раз, раз, все. И она занимает форму, там, ноги как следует, все. В общем, я-то помню, я-то помню армейский своим год. И я тоже еще не забыл. Вот именно поэтому мне, именно поэтому мне канал Монакеша и понравился. Вот, что вот есть такие хитрости. Ну ладно, все. С вами был канал Миллион Абдулла и канал Монакеша. Ссылки на, ссылка на канал Монакеша будет в описании ролика. Всем пока-пока. Пока.